Добрый день! Сегодня анбоксинг и с нами Melong Kibiminks от компании Moyo. Вот такое вот чудо, вот такое странное название Kibiminks, такая странная прозрачная упаковка и внутри, как мы понимаем, обычный Kilominks, причем правильный. Вспомним, что у нас основная сейчас Kilominks от компании Shanshou. И есть еще Kilominks от компании Fangsin или компании, выдающей себя за компанию Fangsin. Также Shanshou выпустили еще аналогичный вот такому Kilominks, а тоже с цветными центрами, что в принципе нехорошо. То есть настоящий Kilominks должен иметь бесцветный или одноцветный центр. Это одна из очень популярных дисциплин, которая проводится в качестве неофициальных на чемпионатах по спидкубингу. Я очень люблю эту дисциплину. Редко тренирую, все собираюсь, но все равно люблю Kilominks. Сейчас я буду стараться продвигать всеми силами, даже на неофициальных чемпионатах, которые сейчас провожу в Тамбове. Kilominks я планирую тоже внедрить. Почему же такое странное название Kibiminks? Компания Мой решила дать своему изделию. Мы помним, что есть вот, к примеру, Megaminks на аналог кубика 3х3 в форме ДДК ядра. Это же у нас 2х2. Помним, что дальше был Gigaminks. Аналог кубика 5х5, Teraminks 7х7, Petaminks 9х9 и так далее. То есть каждый раз приставка была сначала Mega, это миллион, Giga 10х9, дальше 10х12 степени. То есть как бы умножалось на 1000 префикс. А Kilominks это в 1000 раз меньше, чем Megaminks, ну по приставке. То есть Mega, Kil, в 1000 раз меньше. По идее, Megaminks, Gigaminks префикс умножился на 1000, было 3 слоя, стало 5. По идее, Megaminks в обратную сторону Kilominks должен быть уже 1 слой. То есть Megaminks 1х1, а у нас 2х2. Несоответствие. И один из, скажем так, нерусскоязычных ютуберов, ссылочку на него там в описании, выдвинул целую теорию о том, как бы правильно называть Megaminks отчетной размерности 2х2, 4х4, 6х6. Сейчас они называются Kilominks 2х2, Master Kilominks 4х4 и Elite Kilominks 6х6. Для 8х8, по-моему, это и не придумали название определенного. И в чем же его затея? Сделать префиксы не десятичные, которые 10 в 3х, 10 в 6х, 10 в 9х, а двоичные. Это 2 в 10х, 2 в 20х. Если я не ошибаюсь. Ну, суть-то в чем? Префикс киби дает значение не тысяча, как у килла, а 1024. То есть, это больше, чем килла. А больше, чем килла, это больше, чем 1, но меньше, чем 3. Типа это 2. Так и появилось название Kilominks. Для этого изделия. То есть, соответственно, Megaminks 4х4. Mebiminks 5х5. Nkibiminks и так далее. Не очень силен, наверное, все-таки сфера информатики в этих префиксах. Ссылочку на видео я оставлю. Она хоть не русская, но субтитры можно включить и разобраться подробнее. Все, закончим с названием. И так много времени на это потратили. Давайте к самой головоломке. Почему я ждал, когда наконец-то выпустят нормальный киломинкс? То, что шинкшоу хоть и хороший, но жутко локапит. И строение его элементов, по крайней мере, мне не позволило его замагнитить. Скажем так, я не особо-то и пытался. Но я не слышал, чтобы кто-то замагнитил, чтобы сделать его как-то удобнее. Так, на нем собирают люди гораздо лучше меня и не жалуются. Даже вот на таком, на фанксине, залепляют центры и собирают тоже хорошо, если его поднастроить. Совершенно не настроенный. Поскольку с такими центрами он не допускается, портить мне не хочется. Да и шинкшоу мне нравится больше. Поэтому я был рад, когда мою анонсировали свой киломинкс. Одноцветные центры, даже появились какие-то ребра. И хоть серия эта бюджетная, Mi Long, там был RediMix еще. Но все-таки я чего-то ждал. Чего-то ждал. Я купил сразу три штуки. Так что я даже распаковывать не буду. А достану, под которым я уже несколько дней тренируюсь. Я снял крышки. Для того, чтобы настроить киломинкс, я его значительно ослабил. Поскольку коробки он был достаточно затянутый. После первых сборок, открутил я, наверное, сборок 100 на заводской настройке. И я подумал, что он не особо-то и лучший моего шинкшоу. На котором я в последнее время собираю на всех чемпионатах. Поэтому стал что-то делать. Стал разбирать. И поснимал крышки. Также я надеялся, что раз это цветная версия. Это уже как бы для меня плюс. Несмотря на то, что цвета немножко уже не те. Пластик цветной. Я надеялся на то, что этот киломикс можно будет замагнитить. Да, действительно. Я разобрал полностью. Элемент разделяется на три части. Но если вот посмотреть, где соприкасаются углы. Это вот совсем маленькая часть. И туда магнит попросту не влезает. То есть, если магнит так, чтобы, ну как два на два, углами оно соприкасалось. То это технически не получается. Они слишком далеко. На шинк-шоу, в принципе, то же самое это было. Я тогда тешил себя надеждой, что можно вот разобрать вот это среднее, вот так называемое ребро, которое вот черное. Она вроде бы как сделана из двух элементов. Но то ли она склеена, то ли так плотно спрессована, разъединить у меня не получилось. То есть, если у кого-то получится магнитить данный киломикс, кибимикс, вы обязательно напишите. Я продолжу свои попытки. Но сейчас до Воронежа остаются считанные дни. Там будет киломикс как дисциплина. Я этим уже заниматься не буду. То есть, я его расслабил и стал собирать именно вот в такой версии. Крышки чуть попозже верну обратно. Мне кажется, просто некоторые грани ослаблены чуть сильнее. Возможно, чуть-чуть подзатяну обратно. Сейчас ослаблено где-то оборота на 1,5-2 с каждой стороны. Хотя могу уже ошибаться. Не помню. Давайте замешаем. На ослабленном стало собирать легче. То есть, у лакапов стало чуть меньше. Но, возможно, это сказывается просто в тренировке. То есть, чем больше собираешь ту или иную головоломку, тем лучше к ней привыкаешь и лучше собираешь на ней. Легче, чем киломикс шинк-шоу. И вращается полегче. Я не скажу, что шинк-шоу мне совсем перестал нравиться. Но там чувствуется какая-то прям тяжесть. А здесь все так легко. Похоже на трешку. Вот, милых. Как-то легко вращается. Здесь, конечно, вращается все гораздо тяжелее. Но все равно такая вот легкость чувствуется. Давайте соберем. Если я не ошибусь. Может быть. Так, собираем белый слой. Напомню, что на чемпионатах цветные центры запрещены. В таком состоянии, в принципе, собирать можно. Но пальцы надо вот чувствовать. Вот эти вот немножко неровные отверстия. Кстати, крышечки вынимаются очень тяжело. Как, в принципе, наверное, и на остальных киломиксах. Но здесь прям совсем тяжело. Поэтому я не спешу их возвращать обратно. Собираем дальше. Так, нам нужен вот такой вот уголочек. Как мы понимаем, что вся головоломка состоит из видимых деталей. Это углов. И если вы умеете собирать мегамикс, то здесь все должно быть для вас несложно. Да, вот такие вот локапы все равно происходят. Да, и когда вот так вот локапят, я часто вот так вот и путаюсь. Ну, скажем честно, на шинк-шоу это встречается гораздо чаще. Ну, в принципе, собрано. Итоговое мнение. После более чем 300 сборок и нескольких дней испытаний, этот киломикс все-таки получше, чем шинк-шоу. В любом случае, я бы рекомендовал его попробовать. Стоит недорого посравнивать, покрутить на нем. Если вы заинтересованы в дисциплине киломикс, то и шинк-шоу хорош, и мейлонг хорош. Ну, вот, все-таки, вот результаты на мейлонге у меня сейчас получше. Наверное, даже еще раз замешаю. Может быть, даже не ошибусь в этот раз. Скажем так, иногда сборки вылетают и меньше 30 секунд, причем без скипов. Но, опять же, сейчас вот я какое-то время не собирал. Сейчас беру в руки и что-то так разъезжается. Но стоит сборок 20 сделать, и будет уже как-то все поровнее. Соберем. Так, белый. Зеленый. Так, думаю, что-то тут собрали. Ага. Ну, зачем делать без ошибок, когда можно с ошибками. Как-то вот так. И здесь можно собрать либо лямбдой, либо вот таким логарифмом, который поудобнее. А можно лямбдой. Здесь, в принципе, на киломинксе и лямбда хорошо. На шинк-шоу у меня, иногда даже и на лямбде бывали проблемы. То есть, берешь и делаешь. Вот такие вот. Клинит как-то. Ну, с другой стороны, сейчас вот берешь в руки шинк-шоу. Тут даже мой не основной, это запасной, не так притерт. Да хороший лямбдингс. Почему нет? Сейчас смазка немножко стерлась на этих движениях, когда она уже застревает. Это тоже есть. Что-то вот напутал. Но, сказать честно, в некоторых вот таких вот движениях, особенно вот таких вот каких-нибудь, ведет себя приятнее, чем шинк-шоу. Я настоятельно рекомендую всем присмотреться к дисциплине киломинкс, головоломки такой. И брать, вот если и брать, то либо шинк-шоу, такой классический, либо мейлонг по вкусу. Да, кстати, здесь есть ребра, но, честно, их влияние как-то не особо ощущается. То есть на шинк-шоу их нет, и это неплохо. А вот на мегаминксе, наверное, да. Кстати, на том же Гане ребер нет, есть вот эти вмятинки. Но слегка их не хватает. Не хватает. Здесь ребра есть, они и не мешают, и особо не помогают. Как-то вот так. Перемешивается легко. Приятно. Вот такой вот слегка пустой пластиковый звук при вращении издает киломинкс. Лакапы есть. Умельцы, если вы замагнитите, мейлонг. Дайте знать. Я тоже попробую. Естественно, расскажите, как это лучше сделать. Мне пока не вышло. А я прям достал магниты. Думаю, сейчас. Все разобрал. Раскрутил. Сейчас буду магнитить. И в углах места нет. В ребрах. А, ребра у меня не открылись. И я что-то загрустил. Магнитным модом. Как-то вот так. Достойная головоломка от компании Moyo. Если они сделают еще какую-то топовую версию. Не знаю, под каким брендом. Мегаминкс никак не сделают нормального. То есть, у них есть Алхун. Но он до сих пор продается у них как не магнитный. То жду от моего магнитного Мегаминкса. Про те, которые Юху, Гонху даже говорят ничего. Да, плохие. Никому не советую. И, может быть, Юксин сделает магнитную версию Киламинкса. Буду только рад. Можно еще отметить, что вот в той настройке, которая у меня сейчас, начали флипаться уголки. Но в сборке у меня, по-моему, это не встречалось. То есть, руками это сделать можно. Но в сборке нет. То есть, если мы возьмем Шинкшоу. Ну вот, в той настройке, что у меня есть. С большим усилием надо. Ну, видимо, Мегаминк у меня посильнее расслаблен. Если вот сравнивать в разных настройках, Мегаминк, конечно. Хотя, примерно одинаковые. Ну, просто более легкие сами элементы. Так что, немножко более выгодочно смотрится. Но, опять же, из коробки, если достать, то они примерно одинаковые по своим параметрам. То есть, надо настраивать, надо дорабатывать. Тогда будет лучше. Отсутствие магнитов, конечно, приводит к тому, что мы цепляем другие грани. Как-то их нарушаем. Но, магнитных киломиксов мы пока не ведаем. Поэтому, что о них говорить. А так, киломикс не понравился. Логотипчик, конечно, вот этот. Дешевит головоломка, которая вроде бы неплохая. Ну, а также мы вспомним, что она MF3 RS3M. Такой же логотип, а кубик-то отличный. Стоит недорого. В общем, у меня три таких киломинкса. Над одним я еще как-нибудь поиздеваюсь. То есть, вот эти мне, скорее всего, будут собирать в Воронеже. Один из них запасной. И один, если вдруг что-то пойдет не так. Вдруг я испорчу своими попытками магнитить. Хороший киломинкс. Гиби-минкс. Ждем от компании Мою каких-нибудь меби-минксов, гиби-минксов или даже гиби-минксов в стандартах. Да хоть обычный меби-минкс нормально сделайте. И все рады будут, что пока только YJ MGC сделали приличный меби-минкс. А вот Мою как бренд даже кубик-класс-ром нормальных пока нет. Ну, магнитных я имею ввиду. А на этом, наверное, все. Всем спасибо. Собирайте киломинкс. Всем пока.